доброго времени суток друзья вы на канале как научиться стрелять с вами сан кульбицкий вторая часть видео зимний патрон непосредственно будет сборка вот немножко не планировал как бы ну думал в принципе четкого интересного хотя есть пару нюансов конечно поэтому не буду скажем так показывать весь процесс там я отмеряю порах там отмеряют рот ну в принципе это элементарные вещи вот на некоторых моментах я остановлюсь ключевые которые считаю достаточно важные а в целом как бы более теоретическое будет видео значит как мы уже говорили с наступлением хороших минусов там минус 20 минус 30 речи о пластике уже идти не может как гильзы такие а пыш контейнер соответственно нам необходимо применять материалы скажем так природного происхождения типа войлок пробка двп пыш значит пыш диана самый лучший вариант с его картонной прокладкой на порох оператором вот нам необходимо использовать более мощный капсуль то есть тут он себя оправдывает если скажем так да дом до минусов я я стараюсь не использовать знаю что люди используют куда куда не попадем его пихают за цех 2000 то еще лучше у них аргументация такая ну я купил гильзы они уже были про капсулирование цель 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 2000 ну типа чё не выстрелить конечно выстрелить ребята вопрос только как вот соответственно я считаю что мощный капсуль он нужен для спортивных навесок навесок там где он действительно делают свою работу там где не хватает диаметр большой соответственно навеска слабая она не может нормально дать пороху прогореть необходимо ускорять его скажем так ускорять воспламенение пороха туда а на охотничьих навесках я стараюсь все-таки мощный капсуль не применять опять же это дело каждого так что-то я отдалился от темы и так значит для того чтобы сделать нормальный патрон нам прежде всего нужна папковая гильза значит лучше всего конечно какую-то в европейский производитель типа вот мираж клевер или какие там еще есть господи ротвейл да вот такие вот например неплохие но стоит они порядочно заковать дробовой снаряд желательно конечно звездой ребята это позволит позволит вам скажем так не потерять скорости дать нормально отработать порох звезда такая . то есть спокойненько она отрабатывает можно конечно и завальцовка не управлять не проблема ну скажем так скорость просядет любом случае можно использовать папковые гильзы типа искры байкала вот например да и старый запасов еще есть ну я думаю может быть будет отдельное видео по поводу папки там тоже пару нюансов каких использовать ну и расскажу почему их рвет на чем хотелось бы акцентировать внимание прежде всего на комплектации комплектация должна быть четко вымерена спешки при работе зимним патроном они как правило приводят нехорошим последствиям тем более если у вас стоит задача например закрывать гильзы на 6 лучей вся комплектация высота комплектации должна быть строго просчитана я сегодня буду закрывать патрон с использованием прокладки пэш диана ну диановской прокладки и пэша дианы 12 миллиметров то есть мне под 36 грамм будет самый самый идеальный вариант для высоты для того чтобы закрыть ее на 6 лучей конечно если бы у нас были такие морозы как допустим в рф мне бы еще любом случае пригодилась бы подрубочная матрица но у меня ее нет потому как в принципе я не использую довольно редко я отстеляю папкой для того чтобы папочку закрыть на 6 лучей нормально хорошо нам необходимо совершить ряд манипуляций скажем так вот тем более если она допустим уже стрелянная там свои танцы с губном нам пригодится вот такая вот шарошка насадка на дрель камень конусный вот нам необходимо снимать фасочку иначе нормально мы ее то есть но она после выставки немножко холохматится и если не снять фаску в центре будет дырочка то есть центре звезды да они не проблема можно капнуть парафина и в общем то не проблема ну скажем так пускается дырочка будет меньше то есть чем чем лучше вы снимите фасочку тем меньше будет опять же использование подрубочной специальной матрицы которая способна нормально опустить шалашик это дает большой плюс тут как бы ну бывает хорошо закрывается бывает ну что давайте приступать к снаряжению патрона этом и так для того чтобы снять фасочку которая под разлохматилась нашу дружной гильзы необходимо купить вот такую шарошку камень ну для дрели насадка продается принципе в любом строительном магазине это не проблема буквально совсем чуть-чуть для того чтобы звезда нормально сходилась и не было дырочки внутри значит как выполняется это действие необходимо в любом случае нам брать калибровочное кольцо и держать вот в таком состоянии чтобы наш камень конус да не не делал раз тут с нашей гильзы то есть чтобы было было ограничение ну давайте сейчас это и сделаем вот показываю надеюсь видно фасочка снята вот поэтому не забываем чистить гильзу она там месяц с этим сам с бумагой персель вот таким образом звезда зайдется у вас гораздо круче то есть и дырочка будет очень небольшая в принципе впоследствии можно будет сюда капнуть немножко воска и принципе даже очень хорошо и так гильза либо новая либо уже откалиброванная без капсула устанавливаем капсуле далее нам необходимо замерить порах засыпав порах мы устанавливаем прокладку на порах и непосредственно пешдиана ну в принципе ничего сложного так как я использовал использую порах cсб2 даю навеску на 36 грамм не 185 до стандартного 190 это компенсация скажем так отрицательной температур с этой с этой скажем так добавочкой все работает хорошо тебе нам необходимо создать правильное давление на порах для этого пороха 7-8 килограмм является нормальным давлением для сокола порядка 10 10 благо этот станок позволяет здесь есть геометрический наводник на котором мы в принципе можем контролировать давление все давление создано можем переходить засыпки дроби следующий нюанс мы засыпали дробь далее у нас есть возможность использовать кольцо или или так называемая одну обычный тетра пак бумажечка стаканчик но это на любителя опять же но если вы его используете имейте ввиду что вам необходимо будет учитывать и эту комплектацию соответственно столбик дроби у вас повысится так для просчетов следующий нюанс очень важно ребята вы иметь комплектацию таким образом чтобы на закрытие звезды у нас оставалось не менее 13 с половиной от а лучше всего 14 миллиметров от чего и для чего это зависит все мы знаем что пластиковая гильза например она закрывается от 12 миллиметров то есть оставите меньше 12 миллиметров там 11 12 зависимости опять же от плотности пластика ну то есть тонкому пластику сам пункта гораздо проще даже на 10 миллиметров в целом как бы 12 миллиметров нормальное расстояние здесь же папка у нас гораздо плотнее соответственно если мы не дадим запас будет очень плохо у нас просто звезда не не закроется нормальный борт не создастся поэтому 14 миллиметров принципе 13 и 8 14 миллиметров это нормальное расстояние которое вас должно оставаться для закрытия звездой из каких высчитать в принципе у всех я думаю есть навойники с этими меточками соответственно раз 14 миллиметров отмерили меточку поставили вычислили все туда забросили это теперь мы можем переходить к стадии формирования нарезки звезды формирование шалашика непосредственно закрытие значит гильзу предварительно необходимо снять фаску иначе у нас дырочка будет очень большая но в принципе повторяюсь уже говорил переходим ну вот мы начинаем самый важный этап мы находимся на станции нарезки звезды значит скажу сразу для папковой гильзы оптимальная нарезка звезды 7 миллиметров к сожалению этот станок не настроен под папковую гильзу эти матрицы которые есть они работают папка очень плохо поэтому я и говорю в видео по поводу того что если вы у нас были отрезательной температуры минус 20 минут из плотно него пришлось купить набор матриц который формирует то есть лучше всего конечно короны нарезать звезду то есть матрицы типа корона там четко и нарезается матрица и уже нормально формируется шалашик далее следует подрубочная матрица которая помогает лепесточком нормально закрыться ну и соответственно уже третья станция которая будет проваливать нашу звезду формирование непосредственно конуса и борта вот с этим конечно сложности но сделаю как как получится говорится нюансы вам сказал вы будете теперь об этом знать так значит так как это принципе не пластиковая гильза эта матрица которая у нас нарезает звезду она автоматически не словит и эти лепестки поэтому необходимо предварительно аккуратненько найти лепесток так чтобы он соответствовал нашей позиции лепестка старого но если стереная гильза например нарезаем вот мы уже видим не идеальность да смотрите вот то есть вот эти лепестки мне сейчас придется вручную домять иначе получится не очень хорошо вот немножко по загибал лепесточки более-менее создал конечно подрубочная станция подрубочная матрица с этим вопросом справилась бы на ура там конус она воссоздала практически закрытый шалашик уже который мы бы отправили на последнюю станцию для закрывания ну есть что есть кажется давайте попробуем ее закрыть ну вот бумага у нас немножко подорвалась в принципе звезда но не идеально причем далеко не идеально сейчас мы ее немножко будем обкатывать значит финальная финальная операция ребята это непосредственно обкатка матрицей бумага треснула потому что она принципе была уже стреляна и уже было до этого один раз обкатанная бумага отслаивается но это нормальный процесс значит нам идеально конечно было бы специальной матрицей гребовской степи для как раз для бумаги там четко правильный борт то есть это будет совсем немножко неправильно ну ты вторым вторым номером это для пластика скажем для того чтобы нам нормально прокатать и не порвать бумагу нам его естественно легко смазывать есть два варианта смазки первый это мыло вот немножко нам или парафин я в принципе буду мылом поэтому как то так немножко размочили мыло и наносим на наш борт дабы у нас бумажечка осталось матрица все таки его сейчас сделает вот работаем сейчас я вытру мы вернемся удалив остатки мылом мы получили патрон конечно не идеальный но все же звезда за закрыта борт создан давление есть более менее сюда не хватает еще капнуть маленькую капельку парафина дабы вот эта дырочка здесь порядка может быть миллиметр до порядка миллиметра закрытие доступа влаги и в общем-то патрон уже сложным то есть смело можно минус 20 минус 25 патроном охотиться естественно предвкушаю ваши вопросы в комментариях любом случае вы будете спрашивать да ребят у меня просто нет этой закрутки глава ход называлась ручная то есть принципе для обкатки этого патрона можно да лучше всего использовать ручную обкатку то есть там достаточно 4 5 оборотов с хорошей правильной матрицы которая в общем-то создана для для папки для бумаги которая довольно таки толще чем пластик ну у меня нету есть что есть принципе даже с вот этими подручными средствами патроны получили усилия я постоянно путаю ну меня иногда поэтому там неправильно говорить а ну и до 4 заказано довольно тяжело иногда путаешься в этих терминологиях конечно же не давление усилием мы создали борт создали и все все нормально за сильно и на всю ставим лайки подписываемся на канал ждем новых видео